The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. The goal of our seminar is to give an idea of an animation, to talk about an animation, to talk about an animation, to talk about an animation. I will tell you that an animation has a very bad reputation. I don't know if you agree with it or not, but something like this is in the air. In the last year, this is also on what they do for the program. If they invite an organization in a physical group, then I make a program individually for the organization. And in general, this is what it needs, import tablits from Excel. They say that it needs to be very important. It needs to be very important. We import one tablits from Excel, PowerPoint, the connection, the connection, the technology, all the way, all the way. And if you need to, like, hyper-sync, the внутренние and the внешние, although they are not related to the multimedia block, they are not a part of an animation. With animation we are usually like, hey, that's what we do. But when I say animation, I say, no, let's do this. Let's do this. So, it's more interested in the static composition and, in general, even the format file, PowerPoint, PPTX. In general, they plan to translate all this into format file PDF. And it's all. It's a great presentation. 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 And only in other cases, I say, yes, an animation is very important. It's a great presentation. Painting a t-shirt. сфотографировала, чтобы как-то привлекло к себе внимание. Плохая репутация у анимации, я могу только предполагать об этом, сложилась это в годах 90-х, когда PowerPoint только-только вошел в жизнь мою, я, извините, в целом общим предполагаю, да, ну вот он в мою жизнь пришел в конце 90-х. Сначала было Word, потом Excel, надо было писать курсовые, потом то, потом это, ну и вот в конце концов анимация, PowerPoint, презентация. И, наверное, люди слишком сильно увлеклись ею на определенном моменте, чтобы все вот прилетало, улетало, чтобы не было особенного смысла, но чтобы было красиво. Потом наступил период охлаждения. Но, тем не менее, штука востребованная. Если мы видим с вами еще какую-то анимацию, может быть это не PowerPoint совсем, есть разные форматы презентации, когда люди вообще покидают PowerPoint, стали известны такие сервисы, как Prezi.com, известные свои, ну, Prezi.com, так он пишется, онлайн-сервис по изготовлению презентации, известный с такой анимацией в стиле Zoom. Масштаб больше, меньше, влево, вправо, ну, говорят, укачивает еще, вот у нас обязательно нужно что-то такое сказать, противное в России. Ну, вообще, говорят, стандарт интересный. Что еще? Видеоскрайп. Видеоскрайп. Такой сайт, на котором формат живых презентаций, как будто бы человеческая рука что-то пишет. Не видели такое? Я один раз побаловалась, мне понравилось, ну, так в целом, да. Ну, да, ну, интересно. Вот не помню. Ну, комру разберетесь, да. Вот. Видеоскрайп, я могу даже в конце показать пару моментов. Вы в налоговую ходили, там, в пенсионный фонд, там крутится постоянно вот эта реклама, одна и та же, вот с руками. Как будто человеческая рука что-то быстро двигает, что-то пододвигает, ну, вот, рука, руки. Вот. Это еще один формат презентации. А когда меня спрашивают, а PowerPoint, он вообще как бы будет? Он был, есть и будет. Его все равно никто и ничего не заменит. Такой широкий обмен между приложениями Word, Excel, PowerPoint вместе с ним. Такие широкие возможности в плане композиции я пока вижу только в этой замечательной программке. Она пытается умнеть еще к тому же, да. Пытается сделать как лучше. Вот с каждой новой версией что-то новенькое появляется. Итак, базовые приемы анимации. Это первое, что я хочу посмотреть, обсудить с вами. Анимация сложносоставных объектов. Это когда сложносоставными, я буду называть два объекта в PowerPoint. Это цифровая диаграмма и это SmartArt схема. У нас это в результате будет? Да, 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 прям здесь. И триггерная анимация. Это странный и симпатичный вид анимации. Еще называется анимация по требованию. Я только с вашего позволения, понятие сценарий анимации, а именно смысловую часть, я ее отведу на конец, поскольку я могу этим, я могу очень долго говорить об этом. Боюсь увлечься. Поэтому начну с простых технических приемов, ну уже, а дальше мы перейдем уже к сценарию. К сценарию анимации. В общем-то, это вся презентация, в ней нет практически ничего, да. Вот, наибольшую ценность для вас будет представлять другой файл, который называется тренировка с анимацией, и именно с ним будет происходить наша работа. Так. В этом файле я вначале вооружаюсь, готовлюсь. Если речь идет об изготовлении презентации, анимации, то сначала надо перейти на вкладочку анимация, и на вкладке анимация включить область анимации. Кстати, я сейчас позволю себе скачать одно средство. Одно средство управления экраном. Я думаю, что оно вам понравится больше, чем любая анимация на свете. Эта программка называется ZoomIt. Я ее как преподаватель использую, я в восторге. Вот, ZoomIt, ну как бы масштабируй это. Так она вот звучит. Вот. Вот такая программа, вот такое название, абсолютно бесплатная, то есть это не пиратство, абсолютно портативное, не требует установки, и скачивается прямо с официального сайта. То есть если вы напечатаете в Google ZoomIt, и по-русски скачать, вот самая первая ссылочка, это уже ваша. Именно вот эта программа позволяет мне прямо сейчас делать вот это. То есть приближать рабочую область, как для преподавателя, учителя, менеджера по продажам, это вообще просто безумно удобная штука. Она позволяет не рисовать по экрану, никакие скриншоты, никаких сохранений, просто рисовать, да, вот временное привлечение внимания. Вот таким образом. Классная вещь. Советую. Итак, первым делом на вкладке анимации я включаю область анимации. Без этой области мы слепы, и не можем управлять с вами качеством, количеством эффектов. Ну, допустим, не сразу все бывает вообще шикарно, сразу все сделать невозможно, неизбежные ошибки. Поэтому в области анимации будут отображаться все эффекты, и мы с вами будем иметь на них влияние. В плане порядка, хронологии выполнения, изменения их настроек, замены эффектов вообще. Такое все это можно. Вот сейчас я... А? Да. Я вот, давай, повторяю. Да. Ага. В общем, вот она не живая в том области анимации. А у меня она тоже не живая. До тех пор, пока у меня... То есть сама кнопка кликабельна? Да, нажимается, да? Нажимается. Это единственное, что есть живого вообще сейчас на вкладке анимации. Значит, вы находитесь сейчас в режиме ограниченного редактирования. То есть вообще никакие действия в PowerPoint сделать невозможно. То есть, да. Ну там кнопочка такая появилась, разрешить редактирование, наверное, там что-то такое. Потому что на эту команду, по идее, можно нажать. Можно нажать, если только нет каких-то внешних запретов. Ну, может, слайды у вас нет. А это тоже не имеет значения. Эта команда нажимается всегда. И вот, смотрите, новорожденная презентация. Смотрите, видно, нет никого. Вот вкладка анимация, команда область анимаций, кликабельна, кликабельна, да. Без нее никак. То есть, если вообще PowerPoint без ничего будет, то это можно. Попробуйте данную текущую презентацию. Вы в моей находитесь? Нет. Тогда не скажу. Может быть, PowerPoint просроченный или что? Тогда надо переоткройте, не знаю, перезагрузитесь. Я небольшой специалист по наладке. Скажите, вы думаете, когда вы пользуетесь стереть то, что вы нарисовали? А это не требуется. То есть, как только я начинаю рисовать, я не могу больше делать никаких других действий. Я не могу выполнять действия с интерфейсом. Я могу только рисовать. Чтобы перейти к действиям интерфейса, я вынуждена нажать на Escape. И они сами стираются, и я могу дальше работать. Через сочетание клавиш. Ctrl-2 просто рисую. Ctrl-1 работаю на Zoom. А Ctrl-3 это чтобы сделать вот так. Это еще и Break. Шикарная штука, говорю. Я искала ее, наверное, даже не меньше года. Много лет, хочется сказать. Всю жизнь я ее искала. Вот такая абсолютно бесплатная. Можно назначить свои сочетания клавиш. Там небольшая инструкция к ней ведет. Вот она в трее свернута, висит. Да, и можно ее перенастраивать. Один, два, три. Интересная программа. Очень-очень. Уже не зря пришли, да? Да, замечательно. Итак, на вкладке анимация таким образом я активировала область анимации и собираюсь анимировать текст, который располагается у меня в пределах второго слайда. Давайте сразу обозначим. Анимация списка. Это же самое популярное в мире вообще, да? То есть одно предложение появилось, второе предложение, третье. Насколько это уместно, это потрясающе уместно. Если вы проводите, вот именно перед людьми находитесь, и если вы уже все показали, а потом начинаете длинно и нудно характеристику каждому предложению давать, ну, как правило, вас никто не слушает, потому что все, уже все прочитали. С точки зрения управления вниманием аудитории, чтобы немножко поболтать, взять внимание аудитории, надо, чтобы каждое предложение в рамках списка появлялось тогда, когда вы захотите. Анимировать заголовок слайда я бы не стала, неэтично, если только это не является ответом на вопрос. Но иногда интрига закручена на слайде, когда заголовок слайда, та-да-дам, та-дам, как бы вылетает, да? Вот, вот в этом вся суть была. А так нет, заголовок слайда появляется вместе с основным содержимым слайда. Что еще можно допустить? Какую опасность? Опасность выбрать откровенно раздражающий эффект. Есть, вот тут нет моего личного вкуса, вот честное слово, но есть эффекты, которые просто заслужили отвратительную репутацию. Случайные полосы, растворение, крапинками, когда текст появляется. Еще один был, когда по каждой букве вообще так сыпется. Ну, нервы сдают у аудитории, сдают. Если я еще вспомню, я скажу. Я могу сказать, какой бы я взяла, да. И последний момент. Слишком большое количество текста. Но вот когда вот они появляются, одно предложение, второе, предложение третье, четвертое, вы понимаете, что вот уже вот ближе вот сюда нервы тоже начнут у людей сдавать, да? То есть текст уже у вас возле лодыжек находится, а он все появляется, и появляется нервный смех в аудитории гарантирован. То есть я бы как минимум просто убрала бы половину. Вот так. А мне надо все, говорите вы. Ну, тогда давайте о правилах. Выборка, группировка. То есть нам нужно неким укрупненным образом подойти к нашей идее. Мы не можем все показать. На это есть каталоги курсов, да? Ну вот, есть каталоги. Надо группировать каким-то образом информацию. Нельзя все, нельзя все. С точки зрения анимации, демонстрации нельзя. Я могу даже здесь позволить себе увеличить размер текста. Ну, есть такой господин, зовут его Тони. Тони, я совсем другого господина вспомнила. Ой, кого мне вспомнить? Погодите. Господин Кавасаки, вот, вспомнила, вспомнила положенного человека, который сформировал правило 10, 20, 30 с точки зрения демонстрации, презентации. Это 10 слайдов, 20 минут и 30 размер текста. Ну, я почти во всем не согласна. Да. Я говорю обычно, что каждый раз по-разному. То есть среда диктует в основном. Ну, классика на то и классика, чтобы ее знать, но чтобы ей, в общем-то, иногда пользоваться, иногда нет. Так что я буду придерживаться размера текста 24, меня он устраивает. Затем я делаю два простых действия. Это сумасшедше просто. То есть вот это все я болтала просто, да, получается. Я нахожусь сейчас на вкладке анимации. Когда курсор находится внутри текста, обратите внимание, я даже не выделяю текст полностью. Вот просто курсор где-то вот здесь между буковок находится, болтается между ними. Я поднимаю глаза на вкладку анимация, блок слева. Мне не потребуется здесь никакой сложный сценарий. Я выберу сейчас самый любимый анимационный эффект, цель которого управление вниманием. И это эффект, которого нет. Возникновение, так он называется. Это эффект, который предпочитают специалисты, профессионалы, да, когда им нужно создать моментальный эффект возникновения или исчезновения объекта. Даже, знаете, даже моргание глазками, даже вот мигание, оно и то происходит с декоративной нагрузкой а-ля фейдер, как бы затемнение и снова высветление из темноты. А это вообще нет его. Я выбираю его. В коротком щелчком мыши. Так. В области анимации появляется первая запись. Как бы она страшно не звучала, а это зависит часто от интерфейса программы, то есть записи на английском языке, на русском языке могут здесь появляться. И вот такая двойная стрелочка. Двойная стрелочка здесь служит признаком того, что это комплексный эффект, который надо развернуть. Разворачиваю. Здесь довольно легко сопоставить слова, которые находятся здесь. Видно? Дизайн, фото, интерьер, программирование, сетевые технологии. Мы уже видели эти слова. Эти слова находятся у нас здесь на слайде. То есть я все... Это все, что ли? Да, это все. Я делаю Shift F5 на клавиатуре, чтобы отправить этот слайд в режим демонстрации и проверить, как это происходит все. Появляется слайд. Обратите внимание, что объекты, которые не обработаны эффектом входа, это зеленые эффекты, которые мы взяли в возникновении. Это он и был. Эти объекты уже сразу находятся на слайде. Декоративное оформление слайда появляется вместе со слайдом тут без вариантов. Заголовок мы с вами не трогали. И еще вот есть такой вот блок дополнительный. Мы его тоже не трогали. И далее я делаю на клавиатуре или мышкой, или пульт для проведения презентации. Не взяла с собой. Я делаю несколько щелчков. Щелчок, щелчок, щелчок. То есть до тех пор, пока я не щелкну, ничего не произойдет. Позиция настройка по эффекту как он клик по щелчку является позицией полумолчанию. И это хорошая позиция, когда вам надо управлять вниманием аудитории. Правда ведь? Стрелочки на клавиатуре влево-вправо очень удобны в управлении вниманием. Если скажут, а вот это что? Назад, 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 назад. Об этом говорим? Да, давайте об этом. Вперед, вперед, вперед. То есть стрелки влево-вправо служат для того, чтобы и отмотать эффект, и заново его повторить. И помню эти первые курсы по анимации, когда я пыталась как-то продать ее погромче, поэффектней. В конце концов, мне после курса подходили и спрашивали, Инна Витальевна, а вот можно сделать так, чтобы появляется текст, потом появляется текст, и снова появляется текст. Я говорю, ну это же самое простое, ну вот нам как бы это и надо. И со временем я сама стала презентовать материал и поняла, что это наиболее популярная анимация вообще. Самое главное. Небольшое количество текста, я использую здесь не более 7 пунктов на слайд. Ну, можно больше, да, наверное, можно. А можно 10, а можно 100, можно. Сразу армянский мультик вспоминаю про, помните, шапку шили. А можно 2 шапки, можно 6 маленьких шапок ему на нос потом поставил. Как бы все можно, все как вы хотите. Чисто технический PowerPoint воплощает все мечты, но вопрос уместности, на какой среде, в какой аудитории мы будем это показывать. Тестирование видно, не видно. Прихватите с собой человека со зрением минус 3, посадите его, вот видно, не видно, начинайте проверять. Должно быть видно хорошо. Ну, и вопрос уместности, вот слишком большое количество текста, это вы сами устанете от этого слайда, не говоря уже о вашей аудитории. Кое-какие уловки, кое-какие уловки хочу продемонстрировать на слайде под номером 3. Я щелкну сейчас на вот эту пуговку маленькую. Кстати, перед вами находится сгруппированный объект. Видно двойная рамочка выделения? Мне интересно ваше мнение по поводу добавления анимации. По идее, в состоянии группу и выход из состояния группы происходит без потерь для тех, кто в этом участвовал. Групповая процедура не причиняет ущерба никому. То есть, как эти объекты сгруппированы, так и разгруппированы могут быть. Давайте обсудим ситуацию следующую. Объекты сгруппировались, а я добавила эффект анимации на всю эту группу. Затем я объекты разгруппировываю. Что случится с эффектами, ваше мнение? Либо потеряются, либо сохранятся. Ну, соответственно, да. Но мне хотелось бы более точную формулировку. То есть, была группа, дали эффект. А потом все, разъехались, развод. Сохранятся, скорее всего. Ну, вот я тоже так думала. Да, я тоже так думала. Это единственное поведение группы, которое кажется не совсем логичным. То есть, если на группу дан эффект, и вы разгруппировываете потом вашу композицию, Ctrl, Shift и G, или как вам больше нравится, правой клавишей мыши разгруппировать, эффекты анимации уничтожаются. Все, полностью, со всей группы. Ах, не достанься ты никому. Такая вот логика. Обнуляются. Обнуляются. Но, как бы, путем наблюдения это можно было только заметить, а не путем, скажем так, рассуждений. Во всех остальных случаях группа старается каждого, каждого немножко так это, воодушевить на будущее. Итак, я помещаю курсор в любую часть и разворачиваю анимационный список. Кнопочка. Такая. Разворота. Посмотреть. Развернуть. Все. У меня нечаянно стрелка получилась, кстати. Первый раз я это вижу. Уж новая версия. Список разворачивается. Перед вами находятся комплекты, такие как зеленые. Они самые популярные вообще. Зеленые эффекты анимации направлены на то, чтобы объект появился у вас. Иногда дело этим и ограничивается. Ее еще называют так в быту анимация-выкладка. Цель – показать слайд по частям. То есть у вас слайд, вы хотите сначала вот одна часть, вторая часть, третья часть, четвертая часть, да? Просто, чтобы потихонечку ваши объекты показались на слайде. Это эффекты входа. Желтая часть – эффекты выделения. Нет цели, чтобы объект появился на слайде. Выделяем как бы два направления по выделению. Это выделение цветом и выделение формой. Ну, выделение формой, оно доступно для любых объектов вообще. Вот здесь вращение, качание, угадывается, да, вот такие? Ну, подергаться, попульсировать, помигать, вот что-то вот такое требуется. Цель данных эффектов – сказать, посмотри на меня. То есть обратить на себя внимание. Ну, вот это вот важно для выделения. Это желтый. Они доступны не все, это нормально. Часть эффектов, например, доступна только для векторной графики. Это связано с перекрашиванием цвета этого объекта. Был красным, стал зеленым во время анимации. Причем руками к нему не прикасались. Это просто настройка эффекта. А такой эффект, как… А вот такой объект, как фотография, то бишь растровый объект PowerPoint, к нему нельзя применить вот это все богатство. Есть эффекты только текстовые. Так что нам на группу доступно всего-то, всего ничего. Эффекты выхода, красные, они являются как бы антагонистами эффекта входа и выполняются точно так же. То есть вот вход, а есть вот обратная процедура по выходу. Ну вот прям просто как бы с перемоткой, если включить наоборот видео, да, то то же самое происходит по внешнему виду. Только убирается объект со слайда. Но я скажу уже так, вот в их применении заложена интрига. Вот вам зачем-то это надо, да? То есть все на слайде находятся, а потом вы щелкаете, и кто-то ушел со слайда. Вам зачем-то это надо, это не просто так. И пути перемещения вы хотите, чтобы какой-то объект поменял место расположения, но если у вас человечек находится на слайде, это не означает, что он будет ножками идти в другой угол слайда. Никто ничем не шевелит. Абсолютно фронтально объект переезжает с одного места на другое место слайда. Увы. То есть абсолютно плоские эффекты. И если вы, конечно, проведете здесь долго-долго, много-много времени, то вы можете, конечно же, сделать что-то очень хитрое. Вся загадка будет еще, как это проиграть так, чтобы видеокарта вашего компьютера это потянула. Выполнение анимации очень сильно нагружает именно хард, техническую часть. Вот с таким мрачным настроением я хочу заняться анимацией. Маленькая совсем декоративная задача. Сначала, в первую очередь, у меня должна появиться эта сгруппированная пуговка. И появиться она не должна не так, чтобы скромно. Это веселенький слайд, в нем явно декоративная нагрузка. Допустим, я буду использовать эффект под названием масштабирование. Ну вот так. Ой, не нравится мне эффект масштабирования. Не нравится, то есть я могу нажимать на кнопочку просмотр и просматривать его выполнение, как именно это происходит. Не нравится масштабирование, возьму увеличение. Не нравится увеличение, возьму что-нибудь еще, например, вращение и так далее. Часовая стрелка тоже неплохо выглядит. То есть я что сейчас делаю? Я перебираю эффекты. Я могу, выбрав эффект, тут же заменить его. Так что вот вся левая часть, она настроена, по идее, на одноразовую анимацию. Если бы каждый мой щелчок по эффекту приводил бы к накоплению, вы вот здесь вот видели бы сразу уже пять записей. Я меняю эффект. Один раз выбрала, а потом меняю. Это важное умозаключение, которое касается интерфейса. Затем я хотела бы, чтобы у меня появилась следующая часть. Самый широкий выбор программ. Или я не буду ее анимировать. Нет, я не буду. Только пуговками буду заниматься. А то мы одно и то же, одно и то же будем повторяться. Я просто хочу еще. То есть вот у меня пуговка пришла, а я хочу еще. Я хочу, чтобы она еще, например, помигала. Не знаю, увеличилась в размере, там что-то еще произошло. И факт, что мне нельзя пользоваться больше этим списком. Мне нужно искать команду под названием «Добавить анимацию». Вот она. Если вы хотите больше эффектов на объект, то участвовать дальше он может только с этой самой командой. Команда «Добавить анимацию». И далее я выбираю, ну пусть это будет, пусть это будет, пусть это будет, пусть это будет изменение размера. Вот так она увеличилась в размере. Если она не такая большая, как хочется, то с помощью параметров эффекта можно менять здесь соотношение. Там что-то вот, можно даже в проценты назначить, в глубокую настройку зайти, там 150, 120, как бы менять, начать. Но пока оставлю так. Итак, получается, объект у меня появляется, объект увеличивается в размере, и пусть объект еще и после этого один раз пропульсирует. Ну все, допустим, достаточно. И далее меня интересует, неужели мне каждый раз надо щелкнуть. Помните, говорила, что вот это вот слово, которое вы здесь увидите, оно вас не должно смущать. Это вопрос, где был рожден объект, на каком интерфейсе. Группе «Риен» видно, девец? Да, девец. То есть вот эта кнопочка, кнопочка была сама создана, отрисована на немецком интерфейсе программы. Ну вот так вот. Можно ли эти названия поменять? Можно. Я даже покажу, как. Так, получается, на одну пуговку я затрачиваю три щелчка мыши. А есть слайды, в которых гораздо больше анимации. Может быть, анимационных эффектов и 30, 40, и 100 может быть. И если вы будете это показывать, наверное, лучше поменять порядок, не порядок, а способ, прошу прощения, выполнения эффекта. Вместо мышки, можно правой клавиши мыши, если вам так удобно работать, или можно на ленте, вы выбираете вместо позиции по умолчанию, по щелчку, на позицию, которая просто ставит эффекты в хронологическую очередь. Позиция называется «Auto Previous» – «После предыдущего». «После предыдущего» – это и есть та самая очередь. Такой выбор я делаю и для одного, и для второго эффекта. И снова положу курсор в пуговку. То, что я сейчас задумала, должно произойти со всеми пуговками. То есть, по идее, я должна просто повторить все эти действия еще раз. То есть, встать на другую пуговку, выбрать эффект, добавить два раза, перестроить начало у них. А не зря, не зря появился такой хороший сервис, который находится на вкладочке «Анимация» и называется «Анимация по образцу». Ну вот, что-то вроде с форматом по образцу, которым вы наверняка пользуетесь в Excel, в Word, который копирует формат текста, или формат ячеек, или формат фигур. Но только это просто для примера, да, мы вот здесь вот проходимся. Я дважды, дабл, нажимаю на эту кнопочку, чтобы работать не однократно, а многократно. При этом нахожусь я сейчас на том объекте, в котором есть анимация. Точно так же, как с форматом по образцу. Затем щелкаю последующие пуговки, которые вот проигрывают мне вот эти все действия. По следующей пуговке и по следующей пуговке я щелкаю тоже. И я получила в результате 4 блока. 4 анимационных блока, они уже находятся в области анимации. Так моя работа была немножко сокращена. А как вы это, какую клавишу ставили? Сначала есть анимация, и я стою вот здесь, где есть. Затем, это первое действие, позиция курсора, она всегда важна. Второе действие, я нажимаю на кнопку анимация по образцу. И третьим действием, я щелкаю по тому объекту, куда надо анимацию присвоить. Раз, два, три. Не сказать, что эта команда изменила мою жизнь, но в данном случае, да, наверное, это было удобно. Чуть-чуть ускоряет процесс однотипные, однообразные действия. Да, 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 и без ошибок. Саму команду придумали в 2010-й аж версии программы. То есть она, даже не сказать, что очень новенькая команда. Ну, я ее в основном использую именно в рамках обучения. То есть показать, продемонстрировать иногда, иногда сама. Кстати, вот эта вот теневая подложка здесь интересная, она у меня не вошла. А, все верно, все верно. А то я смотрю, какие-то тени, видно? Да, да, это просто объект в виде отделенной тени, хитрый такой объект. Надо его просто мне, пожалуй, удалить, этот объект, чтобы его не было вообще. Ну, и так что вот получается, да. Раз, два, три, а то что-то непонятное. Да. Там все пульсирует, все как положено. Как положено. Так. По идее, если без уловок, все это делается благородно, медленно, максимально занудно. Если вы где-то ошиблись в проигрыше, просматривая анимацию, желательно в режиме полного показа, потому что вот здесь вот кнопочка «Воспроизвести все», она не учитывает ваши щелчки, она просто все показывает сразу. Если вы где-то ошиблись, то придется вам щелкать по каждому эффекту, наблюдать, что это за эффект, какие у него настройки, и только потом принимать решение по его поводу. Перемещать его вверх-вниз по линейке, потому что здесь действия выполняются сверху-вниз. Или вы можете уничтожать эффект, или заменять эффект, в общем, перенастраивать. Никто не сказал, что коррекция удобная в PowerPoint. Это всегда неудобно, особенно если вы занимаетесь этим в первый раз. Как часто я делала вот так? Все выделить, ну и сами знаете, что, да, нажать на клавишу «Делет» или, в общем, клавишу «Уничтожение». Все выделить и заново, все выделить и заново. Ctrl-A, конечно, конечно, Ctrl-A, это священная штука, она работает везде. А перейдем с вами к следующему блоку. От простых, от базовых действий хочу показать вам сложный составной объект в программе PowerPoint. Это SmartArt. Опознать такой объект можно, конечно, если вы щелкнете по нему, если появляется специальная такая текстовая планочка структуры. На вкладке «Конструктор», на вкладке «Формат» происходит дополнительная обработка этого объекта. Сам объект вставляется на вкладке «Вставка». Вкладка «Вставка» «Смарт-арт». Вот такая вот есть команда. Если вы впервые будете заниматься смарт-артом, я очень боюсь, что вам понравится это. Рекомендую не влюбляться. Со временем он сильно начинает раздражать. Но у него есть свои плюсы. Свои плюсы даже на уровне анимации. Но если эти плюсы вас не устроят, у вас будет возможность и уничтожить этот объект, довести его до упрощенного, сведенного состояния и обращаться с ним, как с обычными объектами. Итак, я щелкаю. Я щелкаю по «Смарт-арту», затем перехожу на вкладку «Анимация». На вкладке «Анимация» я выбираю, в общем-то, любой анимационный эффект. Могу выбрать, ну что такое выбрать? «Выцветание». Это еще один эффект, который обладает минимальной декоративной нагрузкой. Тоже один из моих любимых. Когда я воспроизвожу этот эффект, видно, что у нас анимация происходит всего объекта сразу. Правда ведь? Но оказывается, если вы нажмете на кнопку «Параметры эффектов», кстати, эта кнопка не обязательно будет выглядеть так. То есть текст останется, а пиктограммка у нее меняется в зависимости от эффекта, который вы используете. Кнопка «Параметры эффектов» будет обязательно. То есть буквально текстово она будет прописана. Затем я вижу предустановку. Как один объект. А давайте я поменяю. Последовательно. Все, да. Или последовательно по уровням. Ну это то же самое для него, да. А вот сразу по уровням, скорее всего, да. Вот сразу по уровням уже другой эффект. Ну выберу последовательно. Как организованы вот эти блоки у вас? И каждая отдельная... Это смарт-арт, это комплексный объект. То есть в основе вот этого, того, что мы с вами имеем, сначала лежит команда «это смарт-арт». Это очень классная штука. Это не фигуры, это не примитивный вектор. Нет, это... Я ничего против команды фигуры не имею. Это основные элементы. Конечно, да, да, да. То есть мы анимируем именно объект, который обладает вообще такими... То есть там какой-то шаблон, который обладает, да? Там шаблон какой-то, который обладает? Там, там. Собственно, вот этот шаблон, он откуда взялся? Вот смарт-арт. Раздел, куда зайти? Предложить. За любовь. Нет. Вот как раз вот моя схема, где она находится? Нет. Пирамида? Нет. Но близко. Иерархия. Иерархия. Вот и нашли, да. Вот и нашли. То есть это вот такой объект, который просто надо немножко доработать. Здесь идет управление структурой. То есть здесь текст добавляется. Видно, больше становится. Это просто сократит... Это прям... Это украсит вашу жизнь, если вы о нем такого не знали. А как вы делали больше такую клавишу? Красиво. Энтером. Энтером. Это энтером? Да, клавиша энтером. Открываете вот здесь вот на левом боку, видно? Это текстовая структура у него разворачивается. А затем все будет зависеть от того, насколько хорошо вы работаете с текстом на самом слайде. То есть вот здесь вот я нажму клавишу энтер, у меня появляется блок. Видно? Да. Если я хочу его визуально унизить, есть такая клавиша на клавиатуре визуального унижения. Это что, Бел? Нет, это уничтожение. А нам нужно пока унижение. Таб. Таб. Клавиша таб на клавиатуре формирует второй уровень списка. Вдавленный. Shift-таб это обратная процедура. Вот следите за ним, видно? Он сейчас горд с собой. Да. Я его сейчас визуально унижу табом. Где он оказался? Вот здесь вот. А этот что? То есть он ушел во вторичную информацию. Да. Ну вообще я просто очень дикий прям поклонник горячей сочетания клавиш. Поэтому в общем-то можно обойтись и без вот этих вот всяких разных чудес. Это можно сделать в общем-то и с помощью команды добавить фигуру. Вот есть прямая команда на ленте, нормальная команда добавить фигуру. Добавить фигуру и команды повысить, понизить уровень. Это те самые команды визуального унижения. Это понизить уровень. А возвышение повысить уровень. Так что можно и кнопочками обойтись. Да. В общем, чего мы добились с помощью анимации? Не отвлекайте меня от анимации. Никому она не нужна. Чего мы добились с помощью анимации я покажу на экране. Но то, что это было всего два действия по сути. Я выбрала эффект анимации. Это было действие первое. И действие второе. Кнопочка параметра эффектов выбрала там one by one. То есть, выполнение последовательного изложения. Чего я добилась? Вот этого. Видно? Да. То есть, они уже потихонечку, потихонечку появляются. Уже все замечательно. Я только время уберу со слайда. А то он у меня сам все делает. Вот. Вот так. То есть, я же оставляла по щелчку, думаю, куда он сам бежит. То есть, нажимаю на пробел, пробел, пробел. Они все появляются. Кстати, об этом. Если на самом слайде находится время, тикает. То есть, сам слайд, как основную величину, вы настроили на определенное количество секунд. Ну, там, пять секунд, да? То все объекты уже сами выполняются на слайде. Они пытаются успеть. Вот. Я прям удивилась, что это у меня такое возникло. И еще один сложносоставной объект в программе. Я просто хочу повторить эту парочку действий. Это цифровая диаграмма. Цифровая диаграмма, у которой есть настоящий экселевский скелет данных. Вот она, то есть, настоящая цифровая диаграмма, команда «Изменить данные» открывает вам скелет экселевский. Конструктор, формат, да? То есть, это вот настоящая диаграмма, можно ее украшать, как угодно. Ну, всякая там разная визуализация. Я делаю всего два действия с точки зрения анимации. С точки зрения анимации я выбираю объект мышкой на экране. Анимация и еще один любимый эффект. Прям все любимое сегодня. Появление. Так называется эффект. Почему он любимый? У него имеется эффект направления. Слева видно? Справа. То есть, я сам по себе этот эффект очень люблю. Сверху, снизу. Эффект появления – это один из немногих эффектов, у которых есть направление. Если вам нужно, чтобы стрелочка появилась именно слева направо, именно так, то вам нужен именно такой эффект появления. Ну, в данном случае меня устраивает его стандартное поведение. И в кнопочке параметры эффектов, обратите внимание, что текст параметра эффектов остался, да? А вот сама пиктограммка, там раньше что-то другое было нарисовано. Да, то есть, к этому надо быть готовым. Выбираю по элементам рядов. Получается, цифровая диаграмма, она настроилась по анимации, по частям, да? То есть, сначала эффект, а затем его расщепление. По рядам или по категориям. Это зависит все от сложности исполнения. Я здесь вела по элементам, поскольку у меня очень маленькая диаграммка. И при демонстрации, презентации, насколько это уместно вообще? Я думаю, что очень даже уместно. Вы поговорили о ситуации в годах 13-14, среднегодовая, там какая-то прибыль, поговорили. Вы поговорили уже о следующих годах, 14-15. И все произошло именно тогда, когда вы захотели. Щелк, 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 щелк. Вот как бы обо всем разговор. Это сколько секунд? Я не засекала время сейчас. Она у нас по щелчку идет, да. Она по щелчку идет, здесь нет времени. То есть время анимации нет? Нет, нет. Ну, время можно поставить, и как бы и на каждый эффект можно поставить такой параметр, как длительность. То есть чуть ли не какого времени эффект выполняется, вот именно декоративная часть его. Можно манипулировать задержкой, чтобы ставить паузы. Можно. Но я здесь просто, да, по щелчкову выбрала способ работы без углубления. Самая страшная анимация пошла. То есть, по-моему, на сегодня по щелчку, если нет, то надо менять время. Да, да, да. Не время, не время, а способ выполнения. Просто делайте последовательно, он сам выкатится. А, последовательно это? Да. Последовательно это вот после предыдущего. После предыдущего. После предыдущего, если вы выберете, у вас просто отменяется щелчок. У вас не устанавливается время. Нет. Тот сбой, который у меня был на четвертом слайде, где я где-то время отменяла, касался это сбой не эффекта. Это была сверхнастройка. Ну, то есть, есть понятие объекты на слайде, да? А есть понятие сам слайд. Вот у самого слайда стояло время. У него у самого стояло время, 3 секунды или сколько-то там стояло. А это означало, что все то, что на слайде находится, уже будет по неволе выполняться быстро-быстро. Все щелчки отменяются, если есть настройка верхнего уровня. Она даже на другой вкладке находится, на вкладке переходы. Вот на вкладке переходы здесь уже, да, вот она у нас 5 секунд стояла, поэтому все выполнялось автоматически. Это была даже не запланированная с моей стороны погрешность. Просто забыла про нее. Так. Итак. Обычные объекты. Щелкнул. И на вкладке анимация выбрал эффект. Если надо, еще добавил. Если много одноразовых объектов, то щелкнул, настроил, 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 а затем анимация по образцу на все остальное. Сложно-составные. Два единственных сложно-составных объекта в PowerPoint. Это SmartArt схемы. Сначала они должны быть. И цифровые диаграммы. Работа с ними идет всего лишь на один щелчок больше. Выбрать эффект и далее расщепить эффект. Все эффекты, как сложные, так и простые. У вас управляются, настраиваются. Главная настройка у них начало. Определяющая, как именно вам эффект выполнять. По щелчку. То есть надо щелкать мышкой. Или без щелчка. Не надо щелкать мышкой. Без щелчковые позиции. Их в общем-то две, а не одна. После предыдущего означает, что эффект истает в очередь. А вот с предыдущим я ее не обсуждала. Она означает, что просто одновременно с верхним эффектом будет происходить действие. Ну, с непосредственно верхним, кто рядышком находится. Ну, редкая-редкая, но все-таки позиция есть такая. Так, есть способы управлять по времени эффектами. Это длительность. То есть сколько длится декоративная часть выполнения. Ну, вот, например, у меня в диаграмме... Это надо чуть попроще найти. Нет. Здесь. Так, вот у меня, например, появляется столбец. Второй столбец и так далее. Я поставлю длительность 2 секунды на появление столбца. И на другом тоже. Вы видите, как он долго растет? В течение 2 секунд. Вот прям, прям проверьте. Раз, Mississippi, два, Mississippi. О, точно 2 секунды. Вот, и второй точно так же. То есть длительность декоративной части – это длительность. Вот, сколько времени выполняется эффект. Если вам нужно назначить паузу между эффектами, это уже будет задержка. А иначе все подряд сыпятся и сыпятся. Так что это единственные факторы времени, которые влияют на именно объекты на слайде. А вот время самого слайда, оно как бы все сбивает. Это сверхнастройка. Сверхнастройка. Это делается именно для того, чтобы вы как бы рассказывали презентацию, а слайды сами, 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 шли себе и шли. Триггерная. Вот это самая большая интрига вообще. В общем, обычная анимация, я пока так скажу, выполняется, хотите вы этого или не хотите. Если вы настроили анимацию, она обязательно выполняется на экране и избавиться от нее невозможно. То есть, если я сейчас нахожусь на слайде первом, и я должна дойти до следующего слайда, до тех пор, пока я вот это все не прокручу, я не могу добраться до следующего слайда. А вот триггерная анимация – это загадка. Я понятия не имею, как вы собираетесь это использовать на практике. Вообще никогда, не знаю. Это интрига, ну, которая так закручивается. Если я захочу, я щелкну куда-то, и действие у меня произойдет. А если не захочу, то не щелкну, и значит не произойдет. Триггерную анимацию переводят еще как анимация по требованию, кнопочная анимация. Слово триггер вообще в переводе с английского может звучать и как кнопка, и как замыкающий механизм в электросетях, вот по-разному переводят. Но пока я начну с обычного режима. Моя цель, чтобы вот эти все штуки вылетали, вылетали, показывались. Да где-то я не очень удачно поступила. Пролетарская, Таганская, извините, с вашего разрешения поменяю местами. Пролетарская вот сюда, Тульская вот вниз поставлю. Зачем-то я это хочу сделать. Парк Победы уже у нас не работает. Ну ладно, пусть будет так. Я выделяю объекты, используя клавишу Shift. Делаю им эффект масштабирования. Только с вашего позволения маленькую хитрость. От центра слайда. Маленькая настройка. Чтобы была иллюзия от того, что они от карты Москвы все отделяются. Начало всех этих эффектов по щелчку. Это действие первое. Пока я нахожусь в самой обыкновенной анимации на свете. Если я буду щелкать. Это же не так плохо, да? Пусть себе появляются. Нормально, нормально. Пусть появляются. А к какому масштабированию еще есть? Это эффект такой. Вот он. Масштабирование. Он просто есть, да? Да, он просто есть. Просто я выставил его от центра слайда. Понятно. Но это имеет смысл, если у меня в центре доминирующий объект располагается. Доминирующий объект – это карта. Карта Москвы. Хорошая, векторная. Немцы рисовали. Пользуйтесь, если захотите. Но она не совсем новая. Там, по-моему, что-то там в Москве произошло, да? Там какой-то чего-то. В общем, да. Если что, сами дорисуете. Есть такая команда, как начать изменение узлов. Она очень-очень долгая, очень противная. Но пользоваться ею можно. Рано или поздно пририсуете там дополнение к Москве. Так. Затем шаг следующий. Шаг следующий. Я собираюсь сейчас выполнить привязку. Но я должна выполнить привязку каждого комплекса или комплексов к определенному месту на Москве. В итоге я хочу щелкать мышкой по югу, чтобы у меня появилась тульская. А если не щелкну, то не появится. Это единственная интрига, которую я могла придумать. Кнопочный способ работы. Вот нажму – появится. А не нажму – не появится. Но как я узнаю, что есть что, вот в этом, конечно, деле надо вам показать моего помощника. На вкладке «Главное» просто без него кажется, что это ужасно неудобно. На вкладке «Главное» в кнопке «Упорядочить» есть специальная область, которая легенько так ассоциируется с палитрой «Layers» в программе Adobe Photoshop. «Главное» – упорядочить область выделения. В этой области производится небольшое количество действий. В основном управление порядком, а также возможность скрыть и отобразить какой-то объект. То есть объект есть на слайде, просто временно скрыт. Вот мелочи. Но главным образом мы в эту область пришли для того, чтобы объектам дать нормальные имена по-русски. А иначе работать с этими объектами было бы очень тяжело. Посмотрите, пожалуйста, на западо-восток. Видно? Это я сделала. Юго-запад, юг – это все я сделала. И я покажу, что в этой области мы проведем совсем немного времени. Посмотрите, сколько здесь групперенов 23. Видно, что PowerPoint совсем не критичен к тому, чтобы у него были дубликаты. Вообще ему все равно. Я щелкаю по верхнему групперену и глазками наблюдаю, что у меня выделен объект «Пролетарская». Коротко. «Тага». Ну, мне понятно. Должно быть просто рабочее имя. Групперен 23 следующий. «ПЛ Полежаевская». «Делаю для себя», должно быть понятно мне. То есть все равно это никто не увидит, кроме меня. Следующая – это будет «Парк Победы», «Коротко ПП», наша внутренняя аббревиатура даже. «Тульская ТЛ» для себя. Так. Следующий групперен 3 – это «БС», где мы находимся сейчас, «Белорусская». И последний групперен – «Бауманская». «Бауманская», которую я… как бы ее сократить. Прям никак. «Баум» сделаю. «Баум» сделаю. То есть что мне… И также я обозвала все остальные объекты на слайде. «Переименование». Что мне это в итоге дает? Ой, ну смотрите. Возвращаюсь к анимации. Щелкаю по «Бауманке». Тут мне уже понятно, что это «Бауманка». Видно? Нет немцев уже. Нормальные названия у моих эффектов. Теперь я щелкаю по «Эффекту» и моя задача – его вырвать из времени и пространства и перепривязать к «Востоку» Москвы. Триггер. По щелчку. И вот видно, что не зря я здесь трудилась. А иначе они были бы здесь немцы, немцы, немцы. Куда щелкать – непонятно. Я выбираю «Баум». Выбираю «Восток». «Восток», да. К «Востоку» вяжусь. То есть смысл – «Эффект привязать к объекту на слайде». Получается, у нас есть с точки зрения триггерной анимации два объекта. Это объект, который будет анимироваться, то есть появляться, например. И объект – кнопка, на которой я буду нажимать. Объект анимации сначала обладает анимацией обыкновенной, а затем его вяжут с помощью команды «Триггер». Мы с вами привязываем эффект к объекту кнопки. В данном случае к «Востоку». Давайте повторю. «Таганский». «Таганский эффект». «Таганский эффект» я вяжу на «Юго-Восток». Если что, вы просите мне, пожалуйста, эти географическую несообразительность. «ТЛ», «Тульскую» я привяжу к «Югу». «ППМ», «Парк Победы» привяжу к «Западу». Я вообще то привязала? Нет, не то привязала. Ну, «Контрол», давайте, отвяжем тогда. «ППМ», «Парк Победы», «Парк Победы» вроде. Как отменили «Контрол-З»? Ну, «Контрол-З» просто, да, как бы так, да. Как обычно. А вообще можно как бы и расформировать триггерную парку. Так, к «Западу». Так, «БС», «Белорусский». «Белорусский», наверное, ближе к центру, мне кажется. «Северо-Запад». «Северо-Запад», пусть будет «Северо-Запад». «Северо-Запад», «Западо-Восток», это он у меня. Ну, да, 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 хорошо сказано. Пусть будет так, но подразумевается вот эта часть, да, «Северо-Запад». И «ПЛ Полежаевская» я привяжу к «Северу», пожалуй. Пусть будет там. К «Северу». Итак, получается, во время демонстрации и презентации никого нет. И если я нажму на клавишу «Пробела», пойдет следующий слайд. В этом разница, да? Смотрите. Предыдущий, следующий, нет анимации, да? Тут есть анимации, конечно, здесь есть, а вот здесь как будто бы нет. Получается, если я вдруг не захотела, у меня недостаточно времени, я не решилась там или что-то там как-то ознакомить людей с этой информацией. То есть не хочу, не хочу показывать. То я просто иду себе дальше. А если я все-таки решилась, я беру мышку в руки. И тут нюанс, связанный, что это мышка. К сожалению, пультом для проведения презентации это не получится. Указкой не получится, никак иначе не получится. Только мышой. Мышку беру, щелкаю по востоку и вот тогда появляется. По юго-западу видно кликабельная позиция у самой мыши. Есть опасность того, что я щелкну мимо и пойдет следующий слайд. Но это надо просто доработать. Давайте отнимем у самого слайда способность вообще перемещаться по клику мышки. Как это сделать? Галочку убрать. Откуда? Вкладка анимация занимается только объектами. На какую вкладочку мне надо перейти? Переход. Переходы, да. Именно на вкладке переходы, а ее можно просто запомнить как вкладка, которая занимается слайдовым основным телом. То есть как слайд смещается относительно другого слайда. То есть тоже анимация, но слайдовая, крупная более анимация. И здесь я снимаю опцию вот эту. На вкладке переходы я отнимаю у слайда способность перемещаться по щелчку. В данном случае русский интерфейс не слишком выразительный. По-английски это бы звучало бы как on mouse click. То есть там понятно, какую щелчковую способность вы отнимаете. Клавиатура, например, остается работать, а на вашем распоряжении. Снимаю. То есть на клавиатуре это... Пробел, enter, стрелки, все по-прежнему будет работать. Итак, если я щелкаю мимо, видно, я уже не бегу. Но к клавиатуре я смогу перейти. Да, клава остается за мной. И здесь я начинаю щелкать и показывать, щелкаю и показываю. Вот, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вот она информация, как хотела, показала. Вот что такое триггерная анимация или анимация по требованию. Это не просто эффект, а эффект привязанный к объекту. Меня обычно хватает только вкл и выкл показывать. Ну, как бы больше. Я знаю, что это может быть какая-то интрига, которая, ох, красиво запущена. Но очень мало примеров на практике, поскольку, не знаю, вообще, может быть, малое внимание сейчас уделяется анимации в целом. Так. Напоследок. Ну, напоследок хочу показать вам сгруппированные рисунки. Видно? Это сгруппированные рисунки на последнем слайде. Я показываю этот слайд несколько издалека. Ну, здесь была, конечно, проделана огромная работа с каждой из этих иллюстраций. Вставлялась, группировалась с остальными иллюстрациями. Ну, я вижу, что здесь какие-то моменты где-то растянуто, что-то не очень пропорционально. Ну, там, без обид, как бы, да. Никто ничего не хотел плохого сделать. Сейчас я сделаю слайд, который обходится, в общем-то, без докладчика. Его цель, скорее, развлечь аудиторию. Это будет микс из нескольких действий. Я буду уделять внимание настройке эффектов. Действие первое. На вкладке «Анимация» по отношению к верхней вот этой полосе я выберу эффект, который называется «Пути перемещения». Это эффект, который расположен внизу. Обычная линия. Это стандарт. Ну, я сейчас немножко исправлю эту ситуацию. Направлю влево. То есть вот такой сдвиг. Сдвиг, но недостаточно большой сдвиг я получила. На самом деле у эффектов, которые занимаются перемещениями, хорошо выделяются вот следующие черты. Это начало эффекта, крохотный зеленый маркер. И это окончание эффекта. То есть я вижу точку. Точку, когда эффект закончил. Я эту точку хватаю. И лучше клавишу «Shift» держать, чтобы не было колебания. И переставляю вообще за пределы слайда. Вы видите привидение, да? Вот это. Данное привидение мне просто помогает. И так оно начало помогать в 2013 версии программы. Оно показывает мне, где окажется мой объект. Посмотрю пока. Ой-ой-ой-ой. То есть недостатки. Во-первых, очень быстро. Во-вторых, мне пришлось щелкать. Ну и я, конечно, хочу немножко здесь настроить. Поскольку мне нужны не просто настройки, а настройки все, я сделаю подход открыть все эффекты вообще. Предпочитаю действовать двойным щелчком мыши. Плавное начало, плавное окончание, внезапное окончание, время. Вот здесь много всего. На вкладочке «Время» здесь есть совпадение. Я выбираю с предыдущим, в данном случае одновременно с появлением слайда. Если до него никого не было, вместе со слайдом. Продолжительность аж 20 секунд возьму. Можно повторение задать до конца слайда вообще, но это так. Прям заставочка, оставили и ушли домой. Эффект. Сам эффект. У вас будет очень долго раскачиваться. Нам раскачивание не нужно. Плавное начало и плавное окончание я обнуляю. То есть, если я нажму на «Ок» в течение 20 секунд, он очень медленно будет делать это. То, что надо. Этот эффект я копирую. Анимация по образцу с верхнего на вторую полосу. Мне нужно только кое-что изменить, чтобы добавить интерактивности. Мне нужно окончание эффекта переставить в другую сторону. Направляю принципиально в другую сторону. То есть, один идет влево, другой идет вправо. Вам здесь нужно только найти зеленые точки, откуда выполняется, мы их не трогаем. Мы красные точки переставляем, а проведение вам помогут. Снова копирую анимация по образцу. А вот прям мышку, да, вот она точка, где эффект заканчивается. Я ее переставляю, эту точку, и слежу за последним приведением в списке. Да, да, хватит перетащить, да, все верно. То есть, вот эта красная точка, да, она является перемещением. И еще раз копирую эффект. Анимация по образцу копирую с одного на другой. Я, честно говоря, даже не знаю, что получится. Я это упражнение не делала очень-очень давно. То есть, суть его просто перемещение. Заранее подготовленные логотипы. Одни выпирают вправо, другие выпирают влево. Не полностью отражены на слайде. Если я смотрю на них просто в режиме статичным, вот в таком вот, то есть, просто я на них посмотрю, ну, как-то это смотрится как? Ну, просто, даже с точки зрения печати, если я посмотрю. Ну, вот как-то так это выглядит. То есть, ну, тоже, в общем, как бы неплохо, да. Как-то, как-то оно выглядит, да. Но если я буду отображать, ну, в общем-то, да, почти то, что я хотела. Если я сейчас буду отображать это на слайде, то одни тащатся влево, другие тащатся вправо, и все это может идти, 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 и не заканчиваться. Это эффект перемещения линии. Да. Включить и настроить секунд на 20. Можно, чтобы они поменьше шли. Можно бы даже поставить длительность, там, нет, минутку, пусть все потихонечку-потихонечку идут. Ну, вот. Это просто так себе. Готовые связочки. То есть, вот эту красную кнопочку, ее перетащить? Да, да, да. В ту сторону, с которой начинать, да? Ну, даже если я, так сказать, на кошках это вот так изображу, есть у меня объект. Есть у меня объект. Этот объект должен быть, ну, где-то вот здесь вот, да, куда-то он должен перейти. То используя анимационный эффект... Легкие палки, где он здесь? Линии. Сначала мне дается что-то стандартное. Где ты вот прям, давайте мыть тебя сюда все-таки, да. Сначала используется что-то стандартное. Сверху вниз. Видно траектория? Да. Вот эту зеленую не трогаем, потому что зеленая точка, она всегда выполняется от физического центра объекта. Это очень важно. Если во время правки у вас эта зеленая точка смещается, сначала он дернется, а только потом пойдет. То есть, зеленую не трогаем. Зеленую не трогаем. Красную. Я хочу, чтобы ты был вот здесь. Это уже, правда, пластическая хирургия. Аккуратнейшим образом вы подводите курсор к этой красной точке, чтобы курсор принял характерную хватательную позицию, такую в виде обоюдоострой стрелочки. И вот только в такой позиции, нежно, с придыханием, мы можем поставить его в любое другое место на слайде. И он, конечно же, будет выполняться. Куда же он делает? Сейчас вот эти все отвращаются. Да. То есть, вот он. Идет, идет. Да, эти бесполезно ждать. Просто они будут долго-долго-долго. Поставить куда-куда захотите. Ну, такие вот у нас основы анимации. Да. С чего начали адрес Excel? Как адрес Excel, во-первых, запустить в платформе? И что с ней можно, как упражняться? А давайте мы это оставим на следующий тренинг. Да. Потому что это начать и закончить. Это еще один. Да. Приходите. Приходите. Ну, это реально. Четыре различных варианта. Прямо это отдельный разговор. А зачем вам это надо? Какие цели вы преследуете? А вот если вы окажетесь где-нибудь в Париже, вам нужно или не нужно, чтобы эта презентация позволяла редактировать таблицу? То есть, это масса-масса различных. Мне нужно вам задать вопросов на эту тему. Я нечаянно сохранила с анимацией. Ничего? Или удалить ее? Если вам на флешечку надо копировать. Оставить с анимацией? Окей, окей. Так. А я хотела спросить, как PDF-объект вставить? PDF-объект... Ой, шикарнейшим образом можно его вставить. Погодите, я прям даже покажу. Во-первых, есть такая команда, как вставить как объект. Команда объект вообще никак не опознается. Старых версий на ней был кактус нарисован, да. Теперь на ней ничего не нарисовано. Вот. Так. Галина, я просто выложу, наверное, ее еще раз. Если с проделанной работой, я ее просто еще раз выложу. В общем, на вкладке «Вставка» команда «Объект». На вкладке «Вставка» команда «Объект» и далее вы выбираете формат PDF-овского файла. Ну, какой-нибудь я там какой-нибудь возьму. Да, это может быть вообще любой файл. Как значок поставьте галочку ради компактности. Вы можете Excel, Word, все что угодно. Этот объект окажется прямо на слайде, и он окажется внедренным в презентацию. Двойным щелчком открывается, на любом компьютере рассматривается. Рассматривайте. Ну, как бы да, если надо, да. Цель была в этом. Цель была в этом. То есть, таким образом, в PowerPoint помещаются любые дополнительные файлы. Меня впервые об этом попросил знакомый, и вполне себе с нормальной задачей. Так, я его помечу, когда он сделал. Ребят, если вы потерпите прям минутку, я со слушателями вебинара сейчас обращаюсь, то я выложу этот файл вот буквально через минуту в папочку. Я просто обновлю вам еще раз ее. Потому что иначе ее... Как мне с вами связаться? Только если письмо. Так, ну-ка, 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 грузись, грузись, грузись. Ага, вроде как бы да. Пошла. Или вот прям даже отдельным файлом я вам ее выложу. Поделюсь. Есть. По-моему, все. По-моему, все получилось. Ссылка, да, ссылка на вот эту презентацию, которая была сделана. Так. Это новая ссылочка, новая. Я старую не обновляла. Так. Держите, держите. На всякий случай, если вы будете просматривать на ютубе этот ролик, я вам даю еще одну ссылочку. А можно там и спишем? Да, пожалуйста, пожалуйста. Может, да, ну вот они. Сейчас, секунду, секунду. Все, 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 все. Так. Сергей, ваш вопрос вижу. Давайте я сейчас остановлю запись вебинара, а потом отвечу на ваши вопросы. Ссылочка, можно сказать, вечная, но я, если ее уберу, ну, там, через год, может быть, так уберу. Так. Ирина, не видите ссылку? Давайте я вам обе пришлю сразу в чат. Вот. Вот как бы старая и новая. Ирина, видите, получили. То есть, вот они сейчас прямо на экране. Прямо на экране находятся. Все. Спасибо. Спасибо.